Привет, друзья, подружки! Сейчас очень холодно, я сегодня укуталась, но под цвет, видите? У меня такая жилеточка классная есть. Доброе утро, сегодня суббота утра, я собираюсь на работу и хочу попробовать новый формат видео, собирайся со мной. Начиная от макияжа, заканчивая тем, в чем я пойду сегодня на работу. И я вот проснулась, умылась, попила водички, мне нужно увлажнить лицо. Я вчера делала упражнения для лица, для всяких морщинок и хочу сейчас немножко избавиться от отеков. Поэтому наношу свой кремчик и делаю увлажнение плюс небольшой гимнастик от отеков перед тем, как буду начинать собираться. Эти упражнения я нашла на ютубе и уже несколько дней повторяла. Пока особого эффекта нет, но я верю, что они когда-нибудь мне помогут, потому что отечность по утрам это моя проблема номер один сейчас. Я даже еще не расчесывалась, но я волосы делаю в последнюю очередь. Их просто как-нибудь завязываю и начинаю делать макияж. Свой ежедневный классический макияж. На данный момент использую легкий тональный крем. У меня это польская фирма. Мне он, честно говоря, не очень нравится, но пока у меня нет другого, я решила добить его. Он очень увлажняющий и немножко темноват для моего типа кожи. Не забываем увлажняй губки. Этот момент я постоянно пропускаю и потом очень об этом жалею. Дальше я использую консилер под глаза, но не растушевываю его, а сначала покрываем область под глазами, недостатки и даю ему немножечко подсохнуть. Пока консилер подсыхает, я крашу брови и наношу базу под тени на подвижное веко. Основа моего ежедневного макияжа это светлые или молочные тени на подвижное веко и коричневые тени в складку века. Обязательно стрелка, хотя иногда бывает и без нее. База под тушь и тушь. Хотя и макияж кажется обычным ежедневным, но каждый раз у меня получается что-то новое. За это я люблю эти оттенки, потому что они универсальны на каждый день. Обязательно домазываю повторно консилер и наношу румяшки на щечки, пока консилер засыхает. По факту мне осталось растушевать консилер, сделать это все пудрой, ну в смысле нанести пудру, накрасить губки, я готова. Но так как я еще буду кушать, губы я делаю в последнюю очередь, так как мне еще надо чистить губы. Я в конце все равно уже докрашиваю и выхожу на работу. Сейчас консилер подсохнет, я все запудрю и буду приступать к волосам. Каждое утро меня ждет любое действие с волосами. Это или выпрямление, или я их накручиваю, или же делаю какой-то хвост. Эта каждодневная рутина, честно говоря, меня уже утомила, потому что на это трачу очень много времени, а эффекта хватает ненадолго. Но, к сожалению, с моим типом волос по-другому никак. Даже под хвост мне нужно выравнивать волосы. Но, тем не менее, это очень красиво выглядит, мне это идет, поэтому я каждое утро трачу на это по минут 15-20 так точно. Смотрите, какая милашка стала я. До этого был какой-то домовенок. Волосы очень блестящие, мягкие и выложенные. Надеваю свое украшение. Кушаю, обязательно кушаю. Раньше я совмещала еду и макияж, но сейчас у меня уже так не получается. Пью свои витаминочки и начинаю собираться, то есть одеваться дальше. Сейчас на улице не холодно, поэтому я хожу в своем любимом наряде. Это вот такая водолазочка, гольфик точнее, пиджачок и пока что жилетка. Когда немножко похолодает, я буду надевать свою оранжевую куту. Не забываем про витамин С. Все-таки осень на носу и нужно себя уберечь от болезней. И осталось накрасить губки для полного макияжа. Опять же надеваю часы, жилеточку и вперед на работу. Спасибо, что были со мной. Пишите комментарии, как вы собираетесь утром, какая у вас рутина, есть ли какие-то особенности по утрам. А мы с вами увидимся в следующем видео. Всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok